Следующий вопрос, если, говорит, банкрот, скончался, то есть человек скончался в состоянии банкротства. Что значит в состоянии банкротства? Имеется ввиду, что его долгов больше, чем денег, которые у него есть. Говорит, можно ли сказать, что здесь в данном случае то же самое, когда кредиторы придут к наследникам и будут забирать и требовать свои долги, и найдут свои вещи, они смогут забрать свои вещи в первоочеркном порядке, нежели остальные кредиторы. Или такого уже сказать нельзя. Наследники здесь что-нибудь получат из наследства или нет? Кто скажет? В данном случае наследники что-то получат из наследства? Останется что-то или нет? Не останется. Поэтому мы говорим, что он банкрот. Кто такой банкрот? Тот, у кого долгов людям больше, чем у него денег. Соответственно, у него ничего не останется, когда кредиторы придут и заберут свои долги. На то он и банкрот. Потому что если бы у него денег было больше, чем долгов, то он не назывался бы кем? Муфлис. Он не назывался бы банкротом. Говорит, первое мнение в этом вопросе, мнение целой группы ученых о том, что в данном случае кредитор не имеет больше прав относительно других кредиторов, или не имеет больше прав, чем другие кредиторы, относительно этого имущества. Это мнение имама Ахмада, Атажа Малик, Атажа Исхака. И опять привели в довод вот этот вот хадис 852 Мурсаль. Говорит, Ему уже опять-таки говорили, что он не является достоверным. Второе мнение в этом вопросе, это мнение имама Ахмада, Атажа Ибн Хазма, что он больше имеет прав на этот товар, который он найдет в его собственном виде, чем остальные кредиторы. И в довод использовали общий хадис, кого? Хадис Абу Гурейра 851, который у нас в главе. А также Ахмада, Атажа Шафия, привел в довод хадис Амара Ибн Хальды, То есть там упоминается, если ты нашел свою вещь у банкрота или у покойного. Говорит, и как мы уже говорили, этот хадис является слабым. Но говорит, нам достаточно хадиса какого? В общности хадиса 851 от Абу Гурейра. И это второе мнение является правильным Аллаху Альм. Почему? Потому что она подпадает под хадис Абу Гурейра. Скончался этот банкрот или не скончался, об этом в хадисе не говорится. В хадисе сказано, если ты нашел свой товар, у человека, который обанкротился, не сказано, покойный он в это время или живой, ты имеешь прав больше, чем остальные кредиторы, на этот товар. Отсюда берется и понимается, что каким бы ни был банкрот, живым он будет или покойным он будет уже, так все равно кредитор в этом случае имеет прав больше на это имущество, чем все остальные. Понятно? Этот момент можно также запомнить в качестве чего? В качестве одного из вопросов науки наследства. То, как забирают кредиторы свои долги у покойного. Далее, следующий вопрос.